Музыка Предупрежден, значит вооружен. В единственном в Мариел детском центре здоровья в каникулы ждут юных посетителей. Летняя пора самое время для того, чтобы спокойно пройти обследование здоровья. Сегодня врачи центра готовы принимать юных пациентов со всей республики в новых условиях. Пару месяцев назад центр сменил прописку, переехав в поликлинический корпус на берег Малой Кокшаге. Посмотрим, какие твои легкие. Давай, делай, голубой рот открывай. Много-много воздуха набирай. Идут совсем долго-долго-долго. Все, все, все налетится. Измерение веса, роста, мышечной силы и даже толщины подкожно-жировой складки в числе обязательных исследований в Центре здоровья для детей. Буквально за несколько минут у семилетней Кристины определят общее состояние сердечной системы, измерят объем легких, проверят уровень сахара в крови. А менее чем за час девочка пройдет полное обследование. Показатели сразу фиксируют компьютер, автоматически формируя электронную карту пациента. Я думаю, что вовремя следить за своим здоровьем – это правильно. По каждой своей очереди можно тут поиграть, порисовать и посмотреть телевизор. Наталья Головина не так давно стала мамой во второй раз. Не скрывает, с первым ребенком походы к врачу были настоящим испытанием. Дело в том, что семья прикреплена к третьей детской поликлинике, здание которой до недавнего времени располагалось на ремзаводе и совершенно не отвечало нормам и требованиям времени. С переезда медучреждения на набережную Малой Кокшаги изменились и условия, и отношения к здоровью. Да и настроение как у медработников, так и у пациентов теперь совсем другое. Было тесно, там очень старое здание, туда даже я маленькая ходила. Я помню, когда я ходила туда, там это здание уже было в состоянии некондиции. То есть, ну, там было старое оборудование, старая мебель, все старое, ремонта не было. И здесь все новое, все свежее. 330 посещений за смену или более 8 тысяч детей, прикрепленных к детской поликлинике номер 3. Это район Ремзавод и честь Самбадхея. Впрочем, консультацию врача здесь может получить любой ребенок со всей республики. Кстати, одним из первых переехал в новое здание и Центр здоровья для детей. Раньше он располагался на базе детской поликлиники номер 1. Тогда для профилактики неинфекционных заболеваний у ребят было выделено лишь пара небольших кабинетов. Теперь для удобства юных пациентов в поликлинике организовано полэтажа. Это почти 400 квадратных метров. Результат не заставил себя ждать. Проверить свое здоровье перед школой нынче желающих значительно больше. Такие центры существуют во многих городах нашей России. Но кроме того, к нам приезжают даже на обследование из Москвы, из Чебоксара, из ближайших наших, из Казани детки приезжают к нам, специально к нам. Это абсолютно бесплатное обследование, которое проводится один раз в год. И через год мы смотрим, динамику наблюдаем наших детей, чем они нас порадуют. Открывая современную детскую поликлинику на месте долгостроя в 2015 году и оснащая ее по последнему слову медицинской техники, правительство республики прекрасно понимало, что все затраты окупятся сполна. Ведь это инвестиции в будущее поколение, а значит, в будущее нашей республики. В наше трудное время я понимаю, что это было очень непросто выделить деньги на новое здание, чтобы мы могли переехать в хорошие условия. Конечно, это все проходило еще и под контролем не только правительственной, но и непосредственно главы республики. Поэтому мы получили отделанное здание по евроремонту. Вложение в наших детей, в наше будущее, оно всегда окупается. Потому что это будет здоровое поколение, это будет хорошая наследственность, это будет прирост населения. И потом, когда люди сами видят, что о них заботятся, они стараются ответить благодарностью и пониманием. Между тем, строители уже приступили к реконструкции соседнего долгостроя, в котором по планам расположится взрослая поликлиника, также отвечающая всем современным требованиям оказания неотложной и медико-диагностической помощи. Подробнее об этом в ближайших выпусках новостей телеканала «Регион-12». Продолжение следует...